Основной удар в очерью ногами, в очерью стиле, это сокусенгей. Сокусен или шуменгей. Сокусен это ударная поверхность, формируемая пальцами ступней. Указательные пальцы сжимаются и уплотняются на 2-3 см назад и формируют плотную ударную поверхность. Это одна из визитных карточек стиля очередь. Удар происходит с позиции Санчиндач Хиратэ Камэ в ауке, сопровождаем в ауке, шуменгей. Удар наносится как с правой ноги, так и с левой ногой. Как с передней ноги, так и с задней. С передней ноги называется Зен Сокусенгей. Зен Сокусенгей. С левой ноги называется Кос Сокусенгей. С задней ноги удар. Ударная поверхность Сокусенгей. Это одна из основных ударных поверхностей. Тренируется. Один из вариантов тренировки Сокусенгей. Это на весу, обязательно на весу, чтобы удар амортизировал. Нога амортизировала во время удара. Не набиваем ногу, упираясь в пол. Обязательно на весу. Наносим монотонные удары ежедневно, тихонечко. Так же и по другую ногу. Существует вариант, когда партнер держит палку. И я так же наношу удары Сокусенгей пальцами. В традиционных катах удар наносился только левой ногой. Когда ката привезли из Китая, Сокусенгей удар был только удар ногой. Сокусенгей удар ногой был только левой ногой. До сих пор старые мастера на Окинаве ломают доски левой ногой Сокусенгей. Это старая техника. Очень часто используется Сокусенг в Кумите. В Кумите и в Бункаях и во время набивки. Удар Сокусенг наносится преимущественно в удар Чуданг. Это точка Кюшо. Линия сгиба ноги и тела. Область лимфов-луха. Наносится правой левой ногой Сокусенгей. Сокусенгей и Шумангей. Также наносится в область плавающих ребер, где заканчиваются реберами и мягкую часть наносится удар. В правой, соответственно в правую сторону, левой, соответственно в левую. Как правило, Сокусенг удар не наносится по центральной линии. Мы не бьем в область пресса с помощью плавающих ребер. Удар наносится в область вот этой линии. Значит, также удар наносится часто. Значит, вместо лоу-кика не хайсок, а мы бьем Сокусенг. Сокусенг. Также удар наносится в область колена, чуть ниже колена Сокусенг. Также наносится удар Сокусенг по внутренней части бедра. Сокусенг. Также наносится удар в область надпочечника, в область почки. Сокусенг. Под локоть и, конечно же, Сокусенг наносится в область шеи. Если мы при хорошей растяжке в область виска, то есть голову, область шеи основная, основная ударная поверхность, то есть висок, вот эта часть боковая. Значит, во время бункари цехники в ауке сопровождаем захватом, рывком на себя и ударом Сокусенг в область либо ребер, либо в область мюнфоузлов. Удар в ауке, в область бедра, в область шеи. И во время поединка, во время кумитэ, очень часто используем удары Сокусенг для разбивания рук и позиций Камая, позиции Камая. Мы наносим удары Сокусенг в область мышц предплечья. Раз, два. Мы разбиваем стойку человека, Камая, позиции Камая. Также во время удара, когда партнер наносит геркотезуки в голову, я левой рукой, левой ногой наношу удар в область подмышки Сокусенг. Также во время спайлинга я пытаюсь наносить удары постоянно в спину. Даже если партнер локоть не ставляет, я пытаюсь за счет изгиба спикни наносить удары над кочей. Постоянно нанося такие удары, мы его беспокоим и не нуждаем защищать левую сторону, забывая при том закрывать правую. Значит, удары постоянно наносим вверх и правой ногой, в то время, когда он забывает про защиту правой стороны печени. Наносим туда шумы и берет Сокусенг, область печени. Также во время поединка все время беспокоим ударами Сокусенг по передней ноге, по передней ноге, по переднему бедру. И также разбиваем заднюю ногу опору Сокусенг. Постоянно нанося удары Сокусенг. И во время движения, когда партнер пытается наносить удары, я все время встречаю Сокусенг. Так используется в пункте Сокусенг. Очень часто применяемая область во время поединка и во время булкаев. Постоянно нанося удары Сокусенг. Продолжение следует... Продолжение следует...